9 человек 16 тысяч километров 6 машин 5,5 тонн груза 2 океана 3 моря 176 населенных пунктов 12 видеокамер 200 терабайт видео миллионы тонн снега и один мировой рекорд Гиннеса Все это полярная экспедиция Омарок Мы выехали из Москвы рано утром 8 февраля 6 машин, 15 человек и несколько тонн разного барахла в багажниках Мы это съемочная группа «Моей планеты» я и два оператора «Гена Ирата» которые присоединились к полярной экспедиции Омарок и снимаем о ней такой полудокументальный реалити-фильм Ну, сами едем, сами снимаем Машины у нас, как видите, непростые Этого грозного волка сделали в Саратове Кстати, Омарок переводится как «Северный волк» поэтому так и машина называется, и вся наша экспедиция Три машины у нас «Большие волки» и еще три – это маленькие волчата, обычные серийные омароки Отправляясь в эту экспедицию Омарок мы понимали, что мы будем два месяца существовать вместе с нашими машинами поэтому мы сразу поняли, что нам необходимо дать этим машинам имена Недолго думали, как назвать наши автомобили поскольку наша полярная экспедиция посвящена зимним Олимпийским играм в Сочи и поэтому мы назвали наши автомобили «Мишка», «Зайчик» и «Леопардик» Удаление 220 км Как поняли, прием по конвою перекличка «Мишка» принял «Леопардик» принял «Мишка, Леопардик» спасибо «Волчонок» принял «Волчонок» спасибо «Волчонок» 2 принял «Волчонок» 2 спасибо «Волчонок» лесная пресса тоже принял Это очень смешно звучит, когда здоровые мужики сидят в машинах и ты слышишь по рации «Зайчик, зайчик, ответь медвежонку» или «Леопардик, леопардик, ответь мишке» Мы первое время, конечно, никак не могли без хохота это воспринимать но потом свыклись и уже даже как-то сроднились с этими именами Все Вот они, нанотехнологии Мандариновые Если у вас нет случайно с собой держателя для айпада в машину возьмите мандарин По дороге к Екатеринбургу мы с ребятами привыкали быть круглосуточно за рулем Водителей у нас много, меняться можно примерно через 3-4 часа но всем так нравилось рулить, что реально мы сидели часов по 6 И это, кстати, не всегда проходило бесследно Я и пришелся Видишь, широкая, хорошая, обычная Я туда раз, а там вверх Ехали ночью по дороге По какой-то, уже не помню причине, решил прижаться на обочину Обочина выглядела абсолютно натурально Я был уверен, что там есть что-то Асфальт, гравий или еще чего-то такое Но это просто хорошо почищенный снег И там не было ничего Соответственно, мы просто ухнулись вот в этот сугроб снега На самом деле все хорошо обошлось Потому что снег рыхлый, обочина не сильно глубокая Зато все проснулись сразу Размялись, протестировали лебедку И вот первое лепетение Пообщались на свежем воздухе Короче, сплошная польза Ну, мы-то вроде как-то привыкли к машинам Но техник, как вы понимаете, не может без сюрпризов Поэтому мы периодически ощущали резкий запах горелого сцепления Может, это, конечно, особенность конкретного водителя А может быть, просто агрегаты еще не успели как-то притереться друг к другу И тут мы вспомнили, что еще на старте Андрей Иванов предупреждал нас о том, что с техникой надо обходиться очень аккуратно Машину слушайте внимательно Никаких экспериментов Вот просто тупо едьте Нюхайте, слушайте, смотрите все сигналы Запомните, как у вас расположены приборы Как вообще она адекватно ли реагирует на сцепление Каким образом она вообще, в принципе, хотя бы ведет себя По той простой причине, что первый вот этот цикл жизни вот этих машин Он должен, так скажем, войти в какую-то норму, в колею Степление Так все было хорошо Ехали, спали Так звонял, что я испугался, что ты у нас Большое облако Запах вот конкретно сцеплением Никто даже не понял, из какой машины Оказывается, вот тут первая, собственно, головная машина В общем, несколько раз мы останавливались по дороге То дым пойдет, то запах, то скрипы какие-то А мы в технике вообще не особо разбираемся И нам еще непонятно Так что решили по дороге ничего не ковырять И пытаться дотянуть до сервиса уже в нормальных условиях Сцепление мы, конечно, подпалили немного Но до города все-таки дотянули Мы доехали до Екатеринбурга Поздно ночью, почти под утро, мы приехали в Екатеринбург По дороге сфотографировались у знаменитой стелы Европа-Азия И отправились в гостиницу Давайте все вместе сделаем обнимашки ежедневные, друзья В общем, вам ни гвоздя, ни жезла И зеленого вам света Спасибо Как вы понимаете, в обычный сервис машины ночью не берут И тут спасибо нашему Андрею Иванову У которого здесь все вокруг друзья и знакомые Разбудили среди ночи одного из них И загнали в его гараж наши омароки А в гараже у него, кстати, было на что посмотреть Легендарная личность Алексей Макаров Обалдеть Все-таки не перестаю удивляться талантам наших людей Без всякой супертехники, в обычном гараже Собирать вездеходы и потом на них путешествовать А вот такой вот от начала до конца Куча систем всяких Себестоимость сколько получается? Получается 3,5 миллиона себестоимости в машине Я, честно вам скажу, был польщен, что лично познакомился с таким человеком А через месяц должны были на Таймыр с ними ехать, а? Стали разбираться, что к чему Ну и, собственно, вывод был очевиден Не было учтено то, что диск сцепления осталось от родного омарока Оно должно было вращать новую трансмиссию с мостами ГА-66 и колесами от БТР Поэтому мы по неопытности сожгли это сцепление У нас есть подозрения некие на маховик И мы хотим сейчас снять его и убедиться, что это именно в нем делается Снимаем коробку, то есть демонтируем тут полностью карданы, поперечину, коробку И уже поймем, что с ним делать Будем ставить новый, либо модернизировать старый сайт Наш гуру Леша Воробьев сразу предложил радикальный выход Сварить сцепление намертво Это, конечно, убьет комфортное трогание, но заставит машину ехать в любом случае Люфт в пределах нормы, видишь, молты не перекрываются То есть, ну, как в пределах нормы, скажем так, ехать можно Но сколько пройдет, неизвестно Пока мы решили не торопиться и просто починить то, что есть Без особых изменений в конструкции Ну вот, теперь мы нашли мостика на все с ним Если что, машина будет грязная, теперь Денис Толомой нам ее помоет Вот надо этих колесах мы поедем уже после Анадыри Пока все заняты, можно побаловаться Пока возились с машинами, наступил вечер И мы решили не теряя времени стартовать в ночь, чтобы уже завтра быть в Тюмени Так что поспать целых две ночи на кроватках в полный рост нам не удастся Возвращаемся в свои тесные, но уже родные кабины Очень красиво Я остался Экспедиция уехала Попробуйте обязательно В веселом радужном настроении мы двинулись в сторону Тюмени До нее 350 километров Ехать недалеко и к вечеру мы должны добраться Если бы не одно но Черт не что, проистолик Сейчас расскажу потом Сейчас мы выехали из Екатеринбурга и едем по направлению к Тюмени И буквально в 30 километрах было принято решение, что сцепление все-таки больше сломано, чем починили Поэтому произошли некоторые изменения Мы все пересели в разные машины, передали вещи и поманулись дальше Вот так едем Сейчас моя смена Я буду ближайшие часа Ровни следующая точка у нас В общем, мы приняли решение разделиться Одна большая машина и две маленькие с запчастями едут назад в Екатеринбург А две другие большие и одна маленькая едут дальше в сторону Тюмени Если у ребят получится быстро все починить, то они должны догнать нас примерно через сутки в Иркунске Решение на самом деле это далось непросто, потому что проехали всего-то ничего А уже у нас наблюдается цейтнот, уже у нас наблюдается трех-пятидневное отставание И мы просто не могли себе позволить всеми тремя машинами оставаться в Екатеринбурге, чтобы чинить только одну Поэтому две машины уехали вперед, предполагая, что в Иркутске они все равно будут заниматься сервисом И все равно на это потребуется какое-то время А одна машина потом догонит, у нее будет меньше времени в Иркутске, но зато это будет посвящено время только этой машине Наша съемочная группа тоже решила разделиться Я и Гена поехали вперед в сторону Тюмени А Раф отправился с ребятами назад в Екатеринбург, чтобы заснять процесс починки нашего сцепления Так что мы постарались быть одновременно на всех постах Что, нет квадратных штук? С одной стороны ехать интереснее Но, с другой стороны, мы-то в гостинице живем Спим на нормальных кроватях, питаемся в столовой Так что у меня условия получше, чем у ребят Зато я целый день торчу в сервисе и снимаю, как наши технические гении восстанавливают волка для гонки Вот как по-русски выглядит добрый злой полицейский У первой машины один полицейский бюджет штраф, а второй интересует, у какой у вас машина хорошая Нас остановил пост ДПС Проверка документов Здравствуйте Здравствуйте Вы из Капитана? Да Где там на что? Сюда, мы будем обратно на машину Спасибо за субтитры! Дорогие друзья, настал грустный момент. Мы прощаемся с нашей мандаринкой, которая ехала с нами от самой Москвы. Служила нам вера и правда, держала наш айпад и радовала нас музыкой. Кто-нибудь хочет сказать что-нибудь из чахла? Там будет очень холодно. Да, наш маленький кругленький комочек солнца. Мы его, пожалуй, съедим в торжественной обстановке. В Красноярск мы проезжали как раз во время обеда, и нас гостеприимно приютил местный дилер Volkswagen. Заодно сделали балансировку, пока обедали, а после этого Райнер огласил свои тезисы рабочим из сервиса. Ну, не апрельские, правда, а февральские. Слушайте, я не могу только говорить английский, но Денис из планеты Руссии, телевизион Руссии, он будет переводить в Руссии. Я постараюсь. Вы можете следить нашу экспедицию каждый день на интернете. И tomorrow, или over tomorrow, мы снимаем сейчас, с вами, всеми, на веб-пейсе. Итак, наша половина экспедиции свою задачу выполнила. Мы добрались до Иркутска. Проехали за трое суток почти три с половиной тысячи километров. Мы, наконец-то, все починили и через сутки бросились догонять наших. Сразу решили, что мы идем в максимальном режиме, без долгих остановок. Ну, и вообще, меньшей колонной идти легче. Ну, надеемся, боремся в срок. Завтра мы едем через Байкал. Соответственно, наш путь до Улан-Удэя, дальше до Читы, становится быстрее. И учитывая то, что у нас уже цейтнот, это не только красивый выход из положения, но и вынужденный. Погода уже изменилась. На улице где-то минус 18 и дует довольно резкий ветер. А вот ветер нам как раз ни к чему. Потому что из Москвы мы везем с собой гексокоптер с камерой. Это такой большой вертолёт. И везем его специально для того, чтобы заснять проезд по Байкалу с высоты птичьего полёта. Гена, Гена. Пойдём смотреть на солнце. Ничего себе. А ещё мы попросили пустить нас на самую вершину обсерватории, чтобы оттуда увидеть, как наша колонна будет пересекать Великое озеро. Вот где-то вот тут пойдёт наша колонна на тот берег. Виды на Байкале просто потрясающие. Я тут никогда не был, и меня просто с головой захватило. Тут, правда, очень красиво. Но самое большое потрясение было ещё впереди, когда мы поехали проверять лёд. Это что-то нереальное. Я такого льда ещё никогда в жизни не видел. Он вообще другой. Он совершенно прозрачный. И мы, как дети, сразу бросились на него, чтобы заглянуть в глубину. Камера, конечно, не передаёт то, что видят глаза. Ты лежишь на льду, смотришь в глубину и видишь каждую веточку на дне. А там, между прочим, глубина метров 10, не меньше. Он даже на ощупь какой-то другой. Как будто пластмассовый. Он даже не тает под пальцами. Ну, в общем, разведка прошла успешно, всё хорошо. Колонна проедет. Тут все ездят. Всё спокойно. И большие, и маленькие машины. И МЧС-овцы на воздушной подушке. Всё, поехали. Пройдём? Пошли на рынок, посмотрим. На рыбу, как банально. На рынок, я сказал. А на рынок, извините, пожалуйста. Ой, богатство. У нас какие хлопчики гарные, бруханчики. С ума сойти. Шапочку себе возьмите. Монгольский войлок. В баню хорошо ходить. Уши отгибаются. Сзади лоботок отгибаются. Зимой не холодно, летом не жарко. Прекрасно. Ребята, вот крупные омольки. Проходите, вот идите попробуйте. Вот это такая красивая. Конечно, после обсерватории проверки льда мы заглянули на местный рынок. Тут, говорят, продаётся самая вкусная рыба – байкальский омоль. Сколько стоят они? У кого стоят какие? По 81 и 100 от размеров здесь. Всё крупное. Вы попробуйте, мужчина. А, между прочим, уникальный. Обитает только в Байкале. Тут вам и копчёный, и сушёный, и солёный, и жареный. Так что на вечер у нас запланировалась дегустация этого деликатеса. Попробуем его во всех видах. Очень дорого почему-то. Одна рыбка самая дешёвая – 50 рублей стоит, а самая дорогая – 200. Ну и без сувениров местных отсюда тоже, конечно, не уйдёшь. 15 век, полезу из каэра. Минерал поглотительный негативной энергии. Очень мощный. Куда его надо? Акупунктура. А, в этом? Да. А теперь лучше сюда перенесите, вот здесь. Сейчас пробуйте. Закончился наш поход по рынку тестированным настоящего бурятского варгана. Кстати, одного из древнейших инструментов на Земле. Ну, в общем, как-то так. Сколько он стоит? Он стоит 900 без чехла, полторы в чехле. Ох, ничего себе. Если такой вот, а последний остался. Тысячончик. Купили магнитики и маленькую фигурку бурханчика. Это такой местный дух, который отгоняет разные напасти. Так что в дорогу нам обязательно пригодится. Сейчас, секунду. Угу, я подожду. Командир звонит. Да, Лёша? Угу. Пока мы застряли на рынке, мне уже обзвонился командир в поисках нашей разведгруппы. Так что надо было срочно бежать назад в гостиницу и готовиться к завтрашнему выезду. Тут понимаешь, что экспедиция – это совсем не отпуск. И время расписано буквально по минутам. В Иркутске мы, наконец, воссоединились. Произошло невероятно. Несмотря на то, что, как нам казалось, мы гнали и ехали практически без остановки. Леопардик с двумя маленькими волчатами проделал путь от Яката до Иркутска на сутки быстрее. Раз, два, три. Ура! Все, побежали, все. Следующая техническая остановка запланирована только в Якутске. А в Якутске уже на сегодняшний день минус 50. И нам немножко страшно, что нас ждет впереди и как поведут себя автомобили. Ну, Саня, мы же не одни. Саня, сколько нас приехало. Здорово. Ну что, пошли. Саня, ко мне хотя бы туда. Чтобы быть абсолютно уверенными в безопасности нашего передвижения по льду Байкала, мы пошли знакомиться с начальником местного спасательного отряда. По словам ребят из нашей экспедиции, Палыч – личность совершенно легендарная. Он сам заядлый путешественник, очень много ездит по стране. И, собственно, они его знают по каким-то предыдущим командировкам. Ну, я так как-то знаю, что вы собираете. Вот так махануть, да? Если можно, да. Нам в итоге надо попасть в Улан-Удэ и как можно короче. Вопросов нету. В принципе, лед нынче хороший. 60-70-80 сантиметров. Только вот посредине вот тут торосняк есть. Здесь голяк вообще, так сказать, гологлядка. Тороснячок, а там плотненький снежочек. То есть, наши проехали на треколике на раз-два. Мы готовились к переезду. Машины, вертолет, вещи, сумки, камеры. Все собрано, все готово. МЧС выделяет нам машину сопровождения. С нами едет Палыч. В общем, завтра наша 20-тонная колонна едет штурмовать байкальский лед. Давай, качай! Назад! Надо дергать его назад, исходом проходи. Сзади, Андрюш, заходи назад, выдерни его. Парни, разбегайтесь, большие. Молодцы, мы не застряли. Нам тяжело ползти. Андрюш, подальше встань, подальше. Подожди секунду, тут малышей сейчас протянем.